Всем привет! С вами, как всегда, Аня. И сегодня я сделала обзор на игрушку от бренда ЯИгрушка. И эта игра называется Славовед. И специально для обзора компании ЯИгрушка прислала мне эту игру, которую называют Славовед. И, ребята, если вы захотите немножко побольше узнать о бренде ЯИгрушка, то все ссылки будут в описании, то есть на их официальный сайт, на группу ВКонтакте, страницу в Инстаграме и в Фейсбуке. Также заглядывайте в описании, там все будет. Но забегу немного вперед и хочу сказать вам, а кто ко мне привезли эту игрушку, я сразу же полезла читать про эту игрушку в интернете. И поняла то, что она очень классная. А уж когда я начала ее изучать подробнее, то я очень удивилась. Ведь вы все знаете то, что я люблю изучать новые игры и, конечно же, делать обзор на них. И знаете, почему я удивилась? Потому что эта игрушка полностью сделана из дерева и упакована она тоже в деревянную коробку. Мне кажется, это очень стильно и классно. Итак, ребята, давайте освобожу коробку от целлофана, чтобы мы могли ее подробнее посмотреть. Ну что ж, ребята, я распаковала коробку от целлофана. Первое, что я хочу сказать, она очень приятная на ощупь. Но все же, я хочу вам сказать кое-что. Игра хороша тем, что она подходит и взрослым, и детям. И за одним столом можно объединить всю семью и поиграть в эту замечательную игру Слововед. Хотите узнать, кто же самый умный в вашей компании? Игра Словед поможет. Ведь вы вспомните фильмы страны, города. И также узнаете много нового с этой замечательной игрой Слововед. И помните, ребята, никаких подсказок из интернета или словарей. Только собственные знания. К концу этой игры вы сможете узнать, кто же самый умный в вашей компании. Итак, ребята, вот я рассказала вам немного об этой игре. Теперь давайте изучим коробку. Как я уже говорила, она полностью сделана из дерева и очень качественно. Первое, что мы видим, это логотип компании Я Игрушка. И он нарисован на дереве. Мне кажется, получается очень красивый и классный принт. Мне кажется, они очень крутое придумали название, ведь Я Игрушка. Типа груша. Кстати, ребят, напишите в комментариях, кто из вас любит груши, ведь я их просто обожаю. Они очень вкусные. Ну и также по всей коробке нарисованы игруши. Написано название игры Слововед в разрастном ограничении от 7 лет. Можно играть от 2 до 10 человек. И длительность игры от 20 до 60 минут. Нарисована сама игра. И давайте переверну коробку, чтобы рассмотреть ее с задней стороны. На задней стороне коробки написано, во-первых, название игры Слововед. А во-вторых, также есть маленький логотип бренда Я Игрушка. Также нарисовано игровое поле. Написана информация. И написано, что же входит в комплект. Это игровое поле 1 штука. Игровые кубики 3 штуки. Штрафные жетоны 50 штук. И правила игры 1 штука. Ребята, я уже очень сильно хочу поиграть в эту игру. Давайте ее поскорее распакую. И покажу вам играть в эту интересную и классную игру от бренда Я Игрушка. Ну что ж, ребята, я открыла эту игрушку. И еще раз повторюсь, она сделана из дерева. И мне очень нравится принт, который на коробке изображен. Он очень качественный. Как я уже говорила, логотип Я Игрушка. Название игры Слововед. И также изображены какие-то переметы. Ладно, давайте я не буду медлить и поскорее открою эту игру. Поставлю ее вот так, чтобы вам было все видно. Ребята, вы посмотрите, как все упаковано. И первое, что мы с вами видим, это вот такие вот штучечки. Мне кажется, они очень прикольненькие и мягенькие. Потом мы также видим вот такие вот жетоны. Это как раз шахтные жетоны, которые есть в игре. Здесь 50 штук. Откладываю их пока что. Эти три кубика. Белый, зеленый и желтый. И как раз там правила игры. Давайте я вытащу все эти штучки, потому что они очень мешают. И здесь мы видим также наше игровое поле. Осталось только его достать. Итак, мы все вытащили. Теперь коробку от игры мы убираем. Итак, ребята, вот все, что входит в комплект. И давайте первое, что изучим, это инструкцию, которая идет в комплекте. Итак, в комплект входит, так как я уже вам говорила, цель игры. Назвать наибольшее количество слов, набрав то это наименьшее количество штрафных жетонов. В подготовках к игре на столе раскладываются игровое поле. Три кубика и штрафные жетоны. В начале игры определяются варианты игры и соответствующие темы. От этого зависит, сколько кубиков будут бросать игроки. Два, зеленый и желтый. Или три, зеленый, желтый и белый. Вот все эти кубики. Также в начале игры определяются условия окончания игры. Вариант игры и возможности темы. Вариант один. В игре используется только одна тема. В этом варианте игры используется только одна тема для всех игроков. Игроки бросают только два кубика, зеленый и желтый. Возможны темы. Животные растения, географические объекты, имена и неодушевленные предметы. Вариант второй. В игре используется несколько тем. В этом варианте игры тема определяется в каждый ход игрока путем бросания третьего и белого кубика. Грани белого кубика соответствуют следующим темам. Где изображен лось это животные, дерево это растение, земля это географические объекты, сторона кубика, где написано слово имя это имена, стул это неодушевленные предметы и последний это джокер. Вариант окончания игры. Первый один из игроков набрал максимальное качество штрафных и жетонов 15, 10, 5 или любого другого количества. Определяется самым старшим игроком. Во время игры нельзя пользоваться справочниками и поисковыми системами. В принципе правила игры мы с вами поняли, я их вам прочитала. Пока что далеко я убирать инструкцию не буду, просто отвожу ее. И сейчас я уже распакую сами жетоны и попробую с вами сыграть в два варианта этой игры. Ну что ж ребята, давайте начнем играть. И начну я с первого варианта игры. То есть в игре будут взаимодействованы только два кубика, это желтый и зеленый, которые будут определять на какую же букву мы будем называть слово. Итак, давайте начнем. Я подрисую их, кину, и мне выпадает 1 и 3. 3 по желтым и 1 здесь. На букву У. То есть я должна называть любое слово на букву У. К примеру, слово учеба. И теперь ход переходит к следующему игроку. Но так как я играю сейчас одна, я то же самое делаю. Сейчас я еще раз вам покажу. И так, к примеру, если мне выпадет желтый кубик. 3 и 5. Это на букву А, к примеру, антилопа. Ну и так же, к примеру, нам выпало на желтом отсеке, то есть 2 и 2 на букву С. То есть мы должны называть два слова на букву С. Сибирь, стая. Вот, я назвала два слова на эту букву и ход переходит к следующему игроку. И теперь давайте я вам объясню, за что же даются штрафные карточки. Кстати, у них тоже изображена груша. Мне очень нравится такое внимание к мелким деталям у компании Я-Игрушка. И так, они даются за то, а если человек не может назвать слово, то ему дается штрафной жетон. Так, сейчас я вам объяснила про штрафные жетоны. И теперь я вам покажу второй вариант игры. И уже к нам присоединяется вот этот белый кубик с шестигранными. И здесь написано в тематике. И так, давайте начнем. Сначала я кидаю белый кубик. Это тематика растения. Хорошо, мы запомнили. Теперь я бросаю два этих кубика. Четыре и три. На букву Л. Липа. Это растение, это дерево, то есть. Вот, и так же он может выпасть любое имя, животное, ну или так далее. Мне кажется, ребята, второй вариант игры гораздо интереснее, чем первый. И он гораздо сложнее. И здесь больше шансов получить штрафные жетоны, которых здесь 50 штук. И как мы видим, ребята, эта игра настрогана на эрудицию и, конечно же, на знания. И я повторюсь, что нельзя использовать словари или интернет, что делает игру еще интереснее. Ведь вы проверяете свои знания и знания своих родственников, ну или друзей. Знаете, ребята, после того, как я сниму это видео, я с радостью поиграю в эту игру с моими родителями и с друзьями. Так, мне кажется, игра очень интересная и продуманная. И хочу сказать, во-первых, большое спасибо компании ЯИгрушка за предоставление этой игры. Сегодня я вам показала игру, которая называется Славовед от компании ЯИгрушка. И показала вам все варианты игры, которые есть. И еще раз, ребята, хочу повториться. То, что в описании к этому видео будут ссылки на сайт ЯИгрушка, если вы хотите побольше узнать об этом бренде игрушек. И также все ссылки на их социальные сети. Так что, ребята, заходите в описание, там все обязательно будет. И, ребята, надеюсь, вам понравилась эта игра. Напишите об этом в комментариях. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами была, как всегда, Аня. Всего до встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok